Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы. Я Елена Беляева и наш очередной байфинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Давайте мы посмотрим на графики, что мы имеем сегодня. Сейчас постепенно все появится. Итак, смотрим мы, как всегда, на график индекса МВБ. И, в общем-то, что мы сегодня видим. График дневной на экране. И мы видим, что сегодня индекс МВБ тестирует еще раз уровень поддержки 1330. И пока вот на текущий момент выглядит ситуация так, как будто уровень выдерживает. То есть есть основания полагать, что, скорее всего, уровень выдержит и закрытие будет выше этого уровня. Значит, что послужило причиной снижения сегодняшнего дня. Это, опять-таки, одна и та же песня. Это все. Продолжаются опасения по поводу сворачивания программы количественного смещения в Америке. Было выступление двух деятелей из ФРС. И оба они заявили о том, что считают, что есть смысл сворачивать эти программы. Постепенно, конечно же. Но вот эта ситуация, она очень сильно последними действует на настроение инвесторов. Они начинают переживать по этому поводу, что денег будут давать меньше. И, соответственно, американские индексы снижились вчера. И ситуацию еще усугубил премьер-министр Японии. Там тоже были определенные высказывания с его стороны и падение японского рынка, который за этим последовало. И, соответственно, мы уже в данной ситуации никак не могли по-другому среагировать, как снизится. Но пока все в пределах, все под контролем. И пока индексы с НВБ находятся на уровне 1330 сейчас. То есть все, абсолютно большинство на рынке считают, что у российского рынка сейчас в текущих уровне одна только дорога вниз. И вот как это бывает в таких случаях обычно, рынок доказывает обратное. То есть на самом деле я считаю, что действительно мы в ближайшее время, ну, по крайней мере, в летнее время увидим индексы российские на более низких уровнях, чем мы видим сейчас. Но, скорее всего, это произойдет более хитрым способом, не просто так прямая дорога вниз, а через какой-то заход вверх. То есть сейчас очень многие находятся в шортах. И кто ждет индексы НВБ на уровне 1250, кто на уровне 1280. Но вот было бы совершенно логично для рынка, чтобы сделать такой лихой поворот, чтобы, собственно, выбить эти шорты. И поэтому мне кажется, что сначала будет движение вверх, которое высадит шорты, а потом уже будет движение вниз. Вот такой вариант развития событий, мне кажется, более реальный, что ли, да. Поэтому такая ситуация. Конечно же, если будет закрытие индекса НВБ ниже уровня 1320, будем приспосабливаться к текущей ситуации и понимать, что что-то развивается не так, как думалось. Но вот пока вот на текущий момент, мне кажется, ситуация выглядит больше пока на продолжение движения в боковике и на отбой от этого уровня 1320-1330 в текущий момент. На осцилляторе мы видим достаточно такая оптимистичная конвергенция существует. Мы знаем, что она ничего не гарантирует, но намек мы понимаем, что, в принципе, по ссылке сейчас, в данный момент, исходя из текущей ситуации, исходя из тех новостей, которые сейчас известны, сейчас более вероятное движение вверх, то есть на отскок. Но посмотрим, как это будет все реализовываться. Точно не считая, что с текущих уровней будут развороты движения вверх, и есть смысл уже сейчас покупать какие-то среднесрочные, долгосрочные оплаты, мне кажется, еще время не пришло, но вот какой-то отскок от текущего уровня вполне, мне кажется, был бы уместен. Вот такая несколько, так скажем, прелюдия к текущей ситуации. Ну и давайте сейчас посмотрим по отдельным бумагам, что мы здесь видим. Акции ВТБ. Давайте мы еще посмотрим более мелкие графики. Давайте еще взглянем здесь. То есть вот по индексу МВБ еще отвернулось на часовую графику. Посмотреть, что у нас есть. То есть внизу уровень поддержки 3.325, сверху немножко скорректировала и строила линию тренда, так, чтобы все движение вписалось в нисходящую линию, в нисходящее движение, так мне показалось, будет правильнее. И вот здесь будем уже ориентироваться по направлению выхода из вот этого угла, который здесь образовался. Если будет выход вниз, то, соответственно, будем ждать движения дальше. В район 1300 сейчас следующий уровень, который будем рассматривать. Если будет пробой наверх вот этой линии тренда, то тогда будем ждать развития отскока в район 1360. Вот такая вот сейчас ситуация, которая может развиваться в обоих направлениях, собственно. Так, по бумагам по отдельным давайте. ВТБ смотрится получше многих бумаг на рынке. То есть сегодняшнее даже снижение, оно развивалось неохотой, тоже, конечно, снизился ВТБ, но достаточно долго держался на хороших уровнях. То есть сейчас он снизился в район 4,7 копеек, что, в принципе, вполне укладывается в рамки нормальной коррекции. Здесь проходит и среднее, и здесь, в общем-то, вполне приход на этот уровень еще не исключает продолжение еще одной волны вверх. Поэтому в район 4,9 копеек продолжаем ждать движения ВТБ, если ситуация на нашем рынке стабилизируется. И сегодняшние вечерние новости по Америке не испортят вот эту картинку. Далее, «Газпром». «Газпром» выглядит по-прежнему слабо, и здесь пока ничего хорошего не происходит. У самой поддержки находятся цены, и пока вот в текущий момент никакого позитива здесь не видно. То есть здесь вполне возможен будет еще заход на более низкие уровни. В данной ситуации это выглядело бы вполне уместно. Конвергенция, да, она существует на осцилляторе, мы ее видим, она есть, но пока вот в текущий момент на самих акциях на графике цен никаких разворотных сигналов нет. По ГМК Норникелю пока, я бы сказала, что ничего определенного. И хотя и цены сегодня спустились в район 4,550, но мне кажется, только пробой 4,550 все-таки окончательно скажет, что шорт, да, и что открывать нужны короткие позиции вниз. Все-таки, мне кажется, в ГМК Норникеле существует интерес покупателей и связан он с такими долгосрочными планами на эту бумагу. То есть если сейчас размер дивидендов по бумаге наложить на стоимость акции, получается неплохая дивидендная доходность. Поэтому, в принципе, в текущих уровней может быть интерес у долгосрочников к этой бумаге на, так скажем, на общем таком пессимистичном фоне по всему рынку бумага все-таки выглядит одной из лучших по дивидендной доходности. Поэтому я бы здесь не рассчитывала на сильное снижение. Какое-то, да, снижение может быть в район 4,550, скажем, но вот не факт, что больше. Да. Дальше. Лукойл тоже достаточно упорно сопротивляется снижению. Здесь сегодня опять подтвердил он поддержку на уровне 1860. И пока продолжаю движение в диапазоне. Пока цены находятся в этом диапазоне, я бы не советовала какие-то позиции открывать. Здесь, собственно, пока непонятно, куда, в какую сторону будет развиваться ситуация. Далее, далее. Роснефть. Тоже не сильно позитивно. Точно так же, как и Газпром, у самой поддержки находятся цены. Тоже сильного снижения мы здесь не видим. Поддержка пока держит. И конвергенция, она тоже существует. Поэтому пока не будет провита поддержка, каких-то коротких позиций открывать не стоит. Дальше, дальше Сбербанк. Сбербанк здесь, ну, собственно, тоже диапазон. 97,5 поддержка, сопротивление в районе 101 рубля. И пока тоже цены топчутся у самой поддержки. Пока в текущей ситуации есть разные варианты развития событий. Но все-таки, мне кажется, пока поддержка держит. И если какого-то негатива не добавится, все-таки может... Здесь также быть некоторая осколка текущих уровней. То есть такая вот ситуация. То есть мне кажется, что пока ситуация не настолько... ...безнадежно плохая. И вот я, на самом деле, с текущего уровня усиления и снижения, ну, вот в ближайшее время не жду. Все может измениться, если появятся, конечно, какие-то новые данные. Вот еще предлагаю взглянуть на нефть. Нефть пока вот все, собственно, позитивные ожидания по рынку связаны с хорошими уровнями по нефти. И нефть сегодня поднялась на район 103,5 доллара за баррель, нефть бренд. И, в принципе, это очень хорошие уровни для того, чтобы поддержать наш рынок. Рубль-доллар... Рубль немножко ослабился сегодня. И была попытка пробить уровень сопротивления 32-150. Но, мне кажется, здесь будет что-то образовываться. Типа двойной вершинки не думал. Но я, что в таких высоких ценах на нефть есть много шансов для сильного ослабления рубля. То есть здесь, скорее всего, будет какая-то консолидация в диапазоне 32-200. Сопротивление 31-900 поддержка. Вот где-то вот в этом районе. Так, и что у нас еще осталось? У нас еще остались фьючерсы на индекс РТС. Здесь какая у нас ситуация. В общем-то, все вчерашние построения, они здесь остались. И что мы здесь видим? Мы видим, что верхняя линия тренда, линия тренда нисходящего, которую мы вчера прочертили, она все-таки устояла. То есть было еще после нашего вебинара было еще две попытки пробить эту линию тренда. Обе эти попытки закончились неудачей и, собственно, вернулась цена обратно на поддержку 29-500, где сейчас и находится. Тоже, по сути дела, здесь образовался такой фьючерс, получился загнан в угол. То есть, с одной стороны, сверху он ограничен трендовой линией, которую не может пробить. А с другой стороны, снизу его держит поддержка 129-500, которая тоже не дает двигаться ниже. И поэтому в ближайшее время нет другого выбора. Нужно все равно выбирать, куда двигаться, либо вниз, либо вверх. Вот, собственно, по пробою этих двух линий им можно строить свою торговлю в ближайшее время. Посмотреть, что произойдет. Если будет пробитие поддержки, то открывать шорты. Если будет пробитие нисходящей линии тренда, то попробовать ситуацию с флангами. Вот такой вариант. Дальше. Завтра, напоминаю, заседание Центробанка. В пятницу ждут новостей с рынка труда. Правда, сейчас достаточно сложные пошли умозаключения и реакции рынка неоднозначно. То есть, часто плохие данные вызывают позитивную реакцию на рынке, а негативные данные наоборот. То есть, и получается достаточно странно все это выглядит, но вот нужно понимать. То есть, сейчас всю информацию, проходящую на рынок, рассматривают с точки зрения того, увеличивает ли эта информация вероятность сворачивания КОЭТ или уменьшает. И вот с этой точки зрения рассматривают все, что появляется. Это довольно-таки своеобразный подход к рассмотрению новостей. Вот в настоящий момент он работает. Так. Ну, наверное, это все. В основном все. Давайте сейчас пробежимся по вопросам. Вопрос. Дмитрий, от какого уровня вы бывших телевуков? Ну, на самом деле, в текущей ситуации я бы ждала пробой уровня 1860. Даже не 1860, а 1855, скорее всего, так вот. Потому что весь этот уровень, он не только уровень текущего момента. То есть, он, это уровень, который был образован ранее. То есть, это уровень конца апреля. И еще до этого момента еще было, по сути дела, здесь было несколько тестов этого уровня еще и раньше. То есть, это такой уровень, ну, достаточно, мне кажется, прочный. То есть, он работал и как сопротивление, и как поддержка в разные моменты времени. И поэтому, пока цена находится выше этого уровня, я не уверена, что цена пойдет ниже. Поэтому, мне кажется, что все шерты при пробое уровня, даже, я бы сказала, 1850. Вот. Такая вот здесь ситуация. Дальше, что еще? Так, отток капитала из России остается очень мощным. И центральный банк пока не видит никаких признаков его замедления, сказал глава ЦБ Игнатьев. Когда, на ваш взгляд, это закончится и все-таки будет итог? Ну, на самом деле, вопрос не ко мне, когда наше руководство нашей страны задумается и, скажем, будет как-то более адекватно принимать решение по поводу стимулирования экономики, тогда, наверное, да. То есть, пока ситуация находится в текущем состоянии, пока вот я не вижу на самом деле каких-то причин. Причин, которые могли бы заставить, но если мы говорим про иностранных инвесторов, могли бы заставить иностранных инвесторов заинтересоваться нашим рынком. То есть, на самом деле, причин я не вижу. Поэтому, в общем-то, в течение лета, скорее всего, ситуация будет как-то продолжаться с оттоком. То есть, ситуация может измениться, если начнется полноценная масштабная коррекция на американском рынке. Сначала, конечно же, в первой фазе этого процесса наш рынок среагирует в том же направлении. То есть, мы будем падать вместе с Америкой. Но нам, собственно, падать некуда. Они фиксируют прибыль, нам фиксировать нечего. И поэтому, в конечном итоге, если на американском рынке пойдет глубокая коррекция, то тогда часть денег может идти на перепроданные рынки, то есть на наш. Поэтому, в этой ситуации может возникнуть интерес у нас страны-инвесторам к нашему рынку, когда на их рынке закончится все интересное. Пока, я не уверена в том, что там все закончилось. Я бы сказала, что сейчас, если смотреть по индексу S&P, по фьючерсам на индекс S&P, более вероятно движение в район 1700, чем снижение на более низкие уровни. Поэтому, я не считаю, что там уже все закончилось. Поэтому, не сейчас. Так, ну давайте на этом, наверное, все. И будем на этом завершать. Всем спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До завтра.